Данил, ну что не получилось сегодня по игре? Ожидали, наверное, другой результат увидеть. Ну, конечно, выходили с ожиданием победить, и также Адмирал выходил с этим ожиданием выиграть, поэтому сегодня не хватило реализации немножко. Можно ли сказать, что Никита Серебряков стал главной преградой сегодня, отразив 55 бросков поворотов? Ну, я бы не сказал, и полевые игроки много на себя шайп ловили, поэтому молодцы выиграли, но мы готовимся дальше, забываем об этом. Ну, вот эта проблема с реализацией, это все-таки, что не хватило концентрации, немножко недопочувствовали нас плей-офф в атмосферу? Да нет, зачем все вышли готовые, заряженные, поэтому, ну, все понимают, мы все регулярно ушли к этому, все готовились. Ну, невезение просто, я бы сказал. Ну, у вас в последний момент состав звена изменился, как сегодня не хватало пустозера? В принципе, Леша хороший игрок, да, но получилось так, что Сеня не смог принять участие. Мы друг с другом всегда сыграны, играем друг с другом, на тренировке сыгрываемся, поэтому никакой проблемы не было. Сегодня очень так эмоционально важно было с точки зрения предматчевой подготовки, с Ради Фаридовичем встретились, и очередной перформанс Амирову, и еще по ходу матча что-то было, не возникло ощущения, что как будто, может, где-то перегорели. Да нет, не было такого ощущения, что перегорели, наоборот, вышли все заряженные, с холодной головой, с горячим сердцем, поэтому, еще раз повторюсь, у нас еще игра до четырех побед, поэтому мы готовимся дальше. Как пробиться к пятаку Адмирала, они довольно-таки неплохо защищают свою зону? Ну, нужно пытаться это делать, лезть настырно, у нас были моменты, сегодня пару раз вылазили, даже больше, наверное. Нужно найти этот отскок, эту шайбу, поэтому будем над этим компонентом работать. Субтитры создавал DimaTorzok